Здравствуйте, многоуважаемые педагоги, работники образования. Я чувствую себя как на экзамене. Столько учителей. Я сейчас ехал сюда, еще раз разговаривал с Ренатой Георгиевичем Усатым. Он попросил через меня передать вам тоже самые теплые поздравления, самые лучшие слова, добрые пожелания с этим праздником. Мы все родом из детства. И в детстве, кроме мамы, папы, дедушки, бабушки, самый близкий, самый дорогой человек для ребенка – это учитель. Мы все помним наших первых учителей. Я помню, как моя дочка ходила в школу, ее учителей. 1 сентября пошел в первый класс и мой внук Егор. То есть он говорит, дедушка, у меня очень хорошая учительница. Я говорю, Егор, я тебя поздравляю, тебе повезло. Это очень-очень важно. Вы, конечно, лучше меня знаете, ситуацию в сфере образования, знаете, что нужно сделать, что нужно поменять. Но некоторые вещи, ну, понятные и мне. Прежде всего, нужно навести порядок в Министерстве просвещения. В последние годы там это Министерство возглавляли непрофессионалы, люди назначались по политическим критериям. Этого категорически нельзя допускать. Министерством просвещения должны руководить профессионалы. Люди, которые не выполняют показания там каких-то политических партий, которые действительно думают о воспитании нового поколения. Сейчас у детей очень много информации. То есть они имеют доступ и к интернету, и к разным источникам информации. Но информация это такое, можно сказать, замутненное знание. Если взять там лужицу с водой, палкой ее взваламутить, там такая муть, непонятно, что там. Вот это информация. А детям важно получить знание и воспитание. Это, конечно, могут дать только учителя. Знания, которые помогут им на всю жизнь, с детства понять, что такое хорошо, что такое плохо, заложат им такой фундамент личности, которые не смогут потрясти и поколебать все их жизненные перипетии. Конечно, на образование нужно тратить больше денег. То есть и это можно сделать. Вот я почитал, вы знаете все, что они украли миллиард долларов. На этот год бюджет Министерства просвещения составляет 1,7 миллиарда леев. Это 85 миллионов долларов. Если вы разделите миллиард на 85, они украли бюджет всего, всей системы образования Молдовы за 12 лет. Конечно, за эти деньги можно было и зарплаты учителям повысить, и школы оборудовать, оборудование не закрывать. Школы много можно было сделать, но это теперь не будет сделано, потому что эти деньги украдены. Государство должно уделять приоритетное внимание образованию, потому что государство по большому счету существует не для того, чтобы развивались... Конечно, это тоже важно, предприятия, то все, но самое важное, в самой важной области, это забота о людях, а это образование, здравоохранение, охрана общественного порядка, это забота о пожилых людях. Вот этим должно заниматься государство. Если оно этим не занимается, то оно просто не выполняет свою роль. Мы, наша партия, Ринат Георгиевич Шатый и я, мы сделаем все, чтобы восстановить роль государства во всех областях, и образование должно быть одним из приоритетов. А у нас есть им податы, чтобы ферлицить посерватория для вас.